Продолжат нашу программу коллеги из Нового Уренгоя. В городе в дни празднования Рождества Христова открылась тематическая выставка, ставшая настоящим подарком для взрослых и детей. Радостным пением колядок завершает свое выступление ансамбль. А начали, как и положено, тропарем Рождества, одного из самых почитаемых христианских праздников. Руководители ансамбля и его участники единодушны. Никогда им еще не пелось так свободно и легко, как на открытии этой выставки. Сами образы, которые представлены на этой выставке, они уже вдохновляют на особое звучание и особое отношение к этому концерту, безусловно. И сам праздник. Не канон, не после того, а вот именно само утро рождественское, когда вся природа, весь мир благодарит за пришествие Христа. Это неописуемо. Мы даже сегодня, когда встретились на репетицию, на распевку, мы почувствовали вот эту необыкновенную благодать. И пелось сегодня действительно как никогда. Страницы старинной псалтири, кажется, хранят в прикосновении рук наших предшественников, тех, кто молился по этим книгам многие десятки лет назад. Богослужебные предметы, иконы и книги, экспонаты из фондов музея и коллекции Новорингойского православного прихода. Праздник Рождества Христова для нас самый светлый и радостный день. В этот день мы, встречая Господа, родившегося на земле, радуемся о своем спасении. Сердца наши наполняются этой благочестивой, благодатной радостью. И мы этой радостью стараемся делиться с нашими близкими, с нашими родными. Детские работы, посвященные Рождеству, представлены во всех возможных техниках и практически всеми возрастными категориями юных художников. Произведения самых младших участников экспозиции несут больше ощущенческую, чем смысловую нагрузку. Старшие погружались в тему серьезно. Они изучали все эти народные праздники по книгам. Преподаватели читали им очень много, читали стихи рождественские. И каждый ребенок выбирал что-то свое, что близко ему. Ну и, конечно, я считаю, что каждая работа в данном случае – это открытие. Теплое излучение батика притягивает с первого взгляда. Эта работа хорошо смотрится издалека и вблизи. Есть такие картины, над которыми нужно подумать и даже извлечь урок. К примеру, о вреде гаданий. Это гадание, вот она гадала суженый ряженый. Вот пришел суженый ряженый. Детское восприятие – самое чистое и искреннее всегда открытие для художника-профессионала. В создании экспонатов участвовали и педагоги. К примеру, этот вертеп из бумаги сделан их руками. Однако сердце коллекции – работа учащихся. Даже независимо от вероисповедания, все дети у нас работали над этой темой. И всем было интересно. Каждый находил что-то свое в этой теме. Детские работы останутся в фонде городского музея. Художественная школа решила подарить их городу. Времена чудес продолжаются. И выставка может представлять собой не только художественную, но и прикладную ценность. Приход обещал обучить колядкам желающих, если те сумеют организоваться в группы. Вот такая палка была обязательно приметой каждой группы христославов, которые ходили от двора к двородинам для того, чтобы получить угощения или монетки, а чтобы поделиться со всеми рождественской радостью. К сожалению, на открытии выставки не было детей, не было такой возможности, чтобы провести мастер-класс для всех желающих. Но если кто-то захочет, то по коллективной заявке музей обязательно организует учебу, как нужно правильно следовать.